В Израиле сегодняшний день называют днём катастрофы или днём памяти. Страна в трауре. Здесь вспоминают о 6 миллионах евреев, уничтоженных нацистами во время Второй мировой войны. Подробности в материале. Ровно в 10 утра вся страна останавливается под звук траурной сирены. Люди откладывают все дела, чтобы почтить память миллионов невидно убитых евреев Европы. Поминальные церемонии начались вчера во всемирно известном мемориальном комплексе Яд-Вашем в Иерусалиме. Траурные факелы каждый год зажигают те, кто сам пережил ужасы концлагерей и своими глазами видел массовые убийства. 6 факелов в честь 6 миллионов. Ишая Губац родом из Польши. Солдаты вермахта сожгли его дом, а ему чудом удалось выжить. В 41-м не было 16. Никто не говорил о том, что немцы готовят евреям полное уничтожение. Нам сказали, что будут угонять на работу. Но собралась группа отчаянных, которая ушла в леса. Скрываясь, мы видели, как расстреливают сотни и сотни людей. В этом году День памяти немного не похож на другие. Несколько дней назад, и это до сих пор обсуждается в Израиле, были опубликованы сенсационные данные, найденные в архивах Организации Объединенных Наций. Доказано, что страны антигитлеровской коалиции знали о существовании лагерей смерти на территории Европы уже в 42-м году. Эти страшные данные заставляют по-другому взглянуть на современную историю. Ранее считалось, что страны-союзницы узнали о лагерях уничтожения только в 44-м году. Тот факт, что о них было известно двумя годами раньше, заставляет спросить, почему же ничего не было сделано. Мемориал памяти сегодня принимает делегации со всего мира. Траурный день заканчивается в Польше поминальными церемониями на территории бывшего концлагеря Освенцим, Аушвиц. Делегация высших чинов израильской армии водружает национальный флаг там, где было уничтожено более полутора миллионов евреев. Звучит поминальная молитва и слова благодарности тем, кто погиб, чтобы жили другие. Григорий Баду, Алиса Неверовская, Ближневосточное бюро телеканала Интер. Григорий Баду, Алиса Неверовская, Ближневосточное бюро телеканала Интер.